Современная спортивная рыбалка Сегодня же такими терминами никого не удивить. Более того, у каждого из направлений современной рыбалки появились и свои адепты, несущие идею в массы и примерами успешных рыбалок, показывающие безграничные преимущества их любимых снастей. В этот раз мы, пользуясь случаем, решили на примере таких увлеченных рыболовов поговорить об одном из современных направлений спортивной рыбалки – карпишинге. Он действительно современный, потому что в отличие, например, от нахлыста, имеющего многовековую историю, карпишинг берет свое начало где-то с середины прошлого века. Англичане с своей любовью к прудовым карпам изобрели уникальный метод его поимки, а заодно и дали повод лишний раз поговорить о гуманности таких рыбалок. Вот на этом пока и остановимся в прологе нашего разговора. Тонкостей и секретов карпишинга в этот раз будет немало, а пока перенесемся на берег славной реки Амур. Здесь уже стало хорошей многолетней традицией начинать спортивный рыболовный сезон именно с турнира по карпишингу. Первенство Хабаровского окрая с очень романтичным названием «Вкусный бойл». Тех, кто не в курсе, что такое бойл, открою глаза Эд – приманка, на которую в карпишинге ловят карпа, в нашем случае – дикого сазана. Для начала этого достаточно. Раскрывать странички карпишерского опыта будем поступательно. Пока же обозначим. В чемпионате приняли участие 11 команд, успевших пройти предварительную регистрацию. Желающих было много больше, но условия берега не позволяли в это время года принять дополнительных спортсменов. Так, парни, вы кто? Мы – Карпсиб. Карпсиб. Хабаровск, да? Да, с Хабаровска. Команда «Толстый бойлсман». Это наш первый раз, дебют, можно сказать. Посмотрим, что из этого выйдет. Ну, мы команда чертова дюжина. Мы участвуем в первый раз. Сами мы с Хабаровска. Ну, соответственно, хотим попробовать свои силы. Пока капитан решает административные вопросы, немножечко готовлю сектор для дальнейшей нашей успешной рыбарки. Команда «ДВ Карп» в городе Комсомольск-Наамури. Мы команда «Амур Карп». Мы приехали сюда победить. И ничего нас не остановит. У нас новая программа. Мы в этот раз заточились чисто на самок. Потому будем рыбачить только на розовые бойлы. Но это не точно. У нас семейный подряд. Это мой отец Игорь. Меня зовут Антон. Участвуем в данном мероприятии уже не первый раз. Мы из Хабаровска. На второй только на победу. Будем работать. Команда ВВК была придумана больше 10 лет назад. Что значит «Владивосток». Команда «Усатая Гидра». Комсомольск-Наамури. Команда «Аврора». Из городов Приморского края. Капитан с Артема. И наемные рабочие с Владивостока. Команда «Хан Карп». В 2021 году мы заняли второе место. В первом секторе. Но будем стараться. Будем пытаться поймать рыбу. И выиграть эти соревнования. Не могут? Значит, сектор длиной 20 метров расчетных. Шестой. Шестой. Соседи. Жеребьевка. Волнующий момент. Нет на Амуре равноценных секторов для рыбалки. На озерах ловить много проще. Там более или менее все в равных условиях. Тут же судьба злодейка может подкузмить, развеяв прахом все ваши надежды. Но ведь это тоже элемент спортивного мастерства. Приспособиться к любым условиям. Как правило, кто справляется, тот и молодец. Сегодня у нас открывается карповый сезон. Турнир карповый проходит 72 часа. Без отрыва ни на одну секунду. Сегодня в 14 часов прозвучит команда «Старт». И в 14 часов через 3 дня прозвучит команда «Финиш». Разрешено кормить рыбу только в световой день. Определили с 7 утра до 20 вечера. Маркеритый, да, уже? Ну, пытаемся, да, найти подходящую пробочку. Как здесь? Здесь. Запрещены фацаки, которые сделаны из лески и прочих материалов, которые могут повредить жизнедеятельность рыбы. Я даю только примерно 200 килограммов, поэтому аромы, гиплые. Готовим первые котлетки на обед для нашего любимого карпа, дальневосточного. Конопля, пелец, кукуруза, лен, кунжут, ананас, мития. Мы, наоборот, без проблемные. Правил знаем. Заказаны с Испанией. Испанская грязь? Да, испанская грязь. Зачем много котлетки сейчас? Не надо, вода холодная еще. Он же не жирует, потому что не лето. По глубине пока что не мерили. Пока меряем характер дна. Так, что получается? Ищем по бровкам, по зацепам, затопленные коряги. Внимание команды! Всем ни хвоста, ни чешуи! Старт! Старта нудрия. Полнуешься? Ну, конечно, я вместе с Нину ловлю. Слушай, ну ты ведь был спортсменом, ты знаешь, что такое старт? Я не был спортсменом, я спортсмен. Старт – это сразу со 120 на 140. Услышал слово «старт» 140, и только через часик, может быть, до 130 упадет. Итак, турнир начался. Впереди трое суток рыбалки. Непростое испытание силы и духа. Какой техничный заброс! Многие, особенно начинающие карпфишеры с первого раза, не выдерживают такого темпа и через пару суток снимаются с соревнований. Но те, кто хоть раз прошел всю дистанцию, по праву заслуживают уважения друзей рыболовов. 72 часа непрерывной работы, обрывки сна, поиски своего вкуса и цвета. Да много всего заложено в этот вид рыбной ловли. Одной рыбалкой не поймешь всей сложности и прелести карпфишинга. Но если это увлечение вдруг поселилось в вашем сердце, поверьте, навсегда. Для этих парней карпфишинг стал не просто методом. Это и испытание, и образ мысли, философия, магия и, если хотите, религия. Паша, что такое карпфишинг для тебя? Постоянное состязание. В первую очередь самим собой, чтобы, ну как-то не только даже самим собой, самим собой и с природой. То есть обхитрить как-то рыбу так, чтобы она шла к тебе и не шла к соседям. Вот, то есть это философия, отдельная философия. Наверное, правильнее сказать так, да, для меня это философия. Вот, шахматы своего рода. Цель не физикой брать, а именно головой, именно в шахматной партии переигрывать рыбу. То есть в любых условиях пытаться поймать. Да, бывают такие ситуации, когда без дальнего броска никак. Но в подавляющем большинстве случаев это не обязательно. Главное просто думать, представлять и понимать, что ты делаешь. И в принципе можно работать в любом секторе. Очень понравилась сама тенденция именно этой рыбалки. То есть, во-первых, то, что это все происходит именно на спиннинг. И плюс к тому, что именно идет борьба за трофеи, а не за маленьких рыбок в большом количестве. Бойлы и насадка вся всевозможная у тебя находятся не на крючке, а находятся именно на волосяной оснастке. То есть, это очень большая роль. То есть, не зря англичане придумали это в 50-х годах. Магия? Магия. Своего рода, да. То есть, ты ловишь на голый крючок. Карпфишинг для меня это, в первую очередь, спорт и, наверное, бережное отношение к рыбе. Вот так вот. Поймал, отпустил. Нельзя ловить рыбу десятками, двадцатками, количеством имеется в виду. Поймал, отпустил, поймал, отпустил. Чтобы молодому поколению осталось после нас что-то. Карпфишинг это, скорее всего, поимка крупной рыбы. Во-первых, побороться. Можно трофейный экземпляр где-то взять, более там 10 килограмм. Но, по практике показывает, 5-6, если килограмм, даже 3 килограмма может быть. Они дают бой и очень такой адреналин. Просто такой хороший адреналин. Фидер там. Мелкая рыба, скорость. А карпфишеры они такие, много думают. Неспешные. Да, неспешные, много думают. Каждый хочет поймать своего большого трофея. Соревнования это не то, а карпфишинг это когда ты один, когда ты думаешь. Мне главное понять рыбу, почему, как, что ей надо в данный момент. Как ей преподнести это все. Что ей преподнести. Ребята, вывели такую тему. Магия открытого крючка. Ты согласен с этим? Это можно назвать не магией открытого крючка, а магией бойла. Особенно хорошо, когда магия, когда на волосяной оснастке находится бойл, скатанный твоими руками. Вот это вот магия, Саша. У мужчины должно быть хобби. В данном случае хобби это карпфишинг. Ну а все остальное там уже это такая штука, которая занимает ту часть жизни, которой готов посвятить вот этот спендинг тайм. Тот, кто понимает, как рыба себя ведет в данный момент. То есть связано с ее повадками, погодой и всеми остальными прочими вещами. То, что в этот момент нужно ей подать, он подает и выигрывает. Все знают, карпфишинг поймал, отпустил. Вот у нас, когда насадки остаются, получается, которые, так скажем, уже не ликвидные. Мы их, бывает, выкидываем в воду буквально в метре от среза воды. И поймали мы сазана. То есть вот так вот выкидывали день, выкидывали два. И там эти бойлики лежат по одному. Поймали сазана, отпускаем, а он не уплывает. Мы стоим, ничего не можем понять, почему он не уплывает, что он там делает. А он вниз головой ныряет и ест наши бойлы. Буквально в полуметре, там в метре максимум от берега. Он просто стоит и кушает. Вот такая, ну, забавная была история, наверное. Была еще история. Мы тоже рыбачим, на вяткам, по-моему, тоже рыбачили. И ловим сазана, где-то, наверное, пятерку, да, может. Около пятерки, может, чуть больше. Конечно, да. Проезжают мимо китайцы на джипе. Остановились, в ладоши хлопают. Какая рыба хорошая. Ну, мы все, сфотографировались и понесли это, его отпускать. А китайцы увидели, у него слезы потекли. Как эту рыбу отпустить? Вот для него была эта загадка. Таких историй в жизни карфишеров великое множество. Но чаще всего это все же происходит на обычных рыбалках. У нас же, не забывайте, идет сложнейший спортивный турнир, где все 72 часа рыбалки расписаны практически по минутам. Мне просто повезло достать некоторых рыболовов в хорошем расположении. Будут и еще разговоры про это, но пока надо дать рыболовам время, чтобы потрудиться на благо команды. Тем более, что трудностей в этой работе хватает. Чистый ананас. Чистейший. Что, точку нащупали? Точку нащупали. Где? В дальнике. Но рыбы пока нет. Насколько вы уже, наверное, поняли, основное время карфишеры посвящают правильному закорму своей зоны лова. Это на их языке называется программа. Впрочем, понятие программы все же немного шире. Это и разметка секторов, и формы, и размеры насадок, и стратегия по отношению к командам соседям, и чередование различных кормов. Всего так быстро не расскажешь. Рыболовы приходят к пониманию тонкостей карфишинга не сразу. Причем порой и опытные спортсмены, имеющие высокие разряды, не могут справиться с условиями рыбалки. Это река. Амур, он порой такие загадки подбрасывает. Тактика составляется, я так понимаю, заранее, да, прописывая? Да, мы заранее прописываем все, вот прописываем все, изучаем, смотрим, какая вот дальняя бровка, ближняя бровка, меряем дистанции, и, соответственно, уже маркируемся, и после этого уже работаем. Слушай, ну те условия, в которые вы попали, любая тактика может не сработать, и тем не менее вы ее придерживаетесь, да? Да, конечно, куда нам деваться. Надо работать, надо плавить. Бровку нащупали, нет? А что ее щупать? Куда кинул, где засыпется, там и бровка. Сереж, все по сектору, первое впечатление. Ну, мелководный такой. Чего-то такого поглубже, поближе не нашли. Дает перспективы не очень хорошие. Ну, будем кидать дальше. В этом месте попробую сделать неожиданное, но, скорее всего, верное предположение. Спортивные турниры по карпишингу на Амуре уникальны прежде всего тем, что они, будьте внимательны, единственные в мире, которые проходят, во-первых, на реке с таким сильным течением, а во-вторых, объектом лова тут является дикий сазан. Кажется, несколько лет назад пробовали проводить турниры на Волге, но из-за сложности отказались. Теперь там такие соревнования проходят на озерах. Там все идиллически. Нашел бровку, забросил корм и жди, когда местный карп в гости пожалует. Был еще и чемпионат мира в Испании на Эбро, но это скорее приплатининая река. Так что Амур остается последним и самым сложным оплотом карпфишеров, желающих попробовать тяжелейшие условия рыбалки. У дальневосточников выбора нет. Не развита тут озерная рыбалка на одомашненного карпа. Зато есть река, огромная, загадочная и вызывающая страх и трепет у любителей озерного карпфишинга. Здесь все по-взрослому. Сумасшедшее течение в секунды сдувает ваши запахи, оставляя только слабый кормовой след. Да и не каждый груз держит этот поток. А если еще и сектор попадется с зацепами, то пиши пропал. Самое обидное, когда после поклевки оснастка вместе с рыбой попадает в острую бровку или мертвый зацеп. У одной из команд на этом турнире было 12 или 14 таких неудачных поклевок. Да, карпфишинг на Амуре. Это непросто. Может поставить его, пусть постоит. А что нет? А взрывать его? Может выйдет сам? Еще раз повторю, местные соревнования не имеют прецедента в мире. И тем ценнее любой пойманный сазан, тем приятнее, когда выбранная вами на соревнования программа дает хороший результат. А если и случаются сбои, то это тоже элемент карпишинга. Надо срочно менять тактику и, возможно, на месте перестраивать программу лова. Это гибкость и спортивный опыт. Как правило, первые сутки на карпишевском турнире посвящаются именно пониманию структуры сектора и правильности выбора тактики. Если и попадается рыба, ей, конечно же, радуются, но все понимают, что основная борьба еще впереди. И тем не менее, даже в таких условиях уже в первые сутки вперед вырвалась команда «Карпаровск». Это опытные рыболовы. Они могут. Вот такой у нас амурский сазан. Вот, казалось бы, небольшой, но на соревнованиях это огромный вклад. Каждая такая рыбка приближает нас к победе. Каждая такая рыбка приближает нас к победе. Пограничники просто видно. Серёга, я слышал по крикам, вроде как обрыбились, да вы? Да, такое случилось с нами уже на вторые сутки соревнований, и иногда одна маленькая рыбка, хоть и зачётная, но бывает, обладает большой ценностью, потому что там уж слишком много усилий, и она нам подарила, ну, всё-таки надежды. Ровно полтора килограмма, с чем мы вас очень сильно поздравляем. Три двести сорок, спортсмены согласны с весом? Согласны. Три десять, согласны, да? Да. Фортсмен видит вес, не трогай, без сына. Наша первая трёшечка Ситуация на реке следующая За сутки ситуация изменилась в пользу команды Карпаровск Взяли за ночь 7 рыб Остальные сектора примерно идут ноздря в ноздрю Ребята борются Первый, четвёртый, пятый, шестой сектор Одиннадцатый сектор отдельно работает Видимо, берут рыбу уже против течения Остальные работают по течению Время река Потрясающее состояние души, когда течение времени сливается с рекой Вашими действиями и становится незаметным Когда ты начинаешь понимать, что минуты и часы уже не имеют никакого значения Когда ты просто живёшь и твой внутренний мир растворяется в бесконечном течении реки День, ночь, утро Совершенно неважно, сколько уже времени прошло и сколько осталось Всё в одном потоке Впрочем, не стоит забывать, что это турнир И как бы этого ни хотелось, но он ограничен во времени 72 часа рано или поздно закончатся И только от спортсменов зависит, как высоко в турнирном раскладе они окажутся Поэтому, растворяясь в состоянии «время река», иногда всё же возвращаемся в реальность Вторая половина карпфишерского турнира всегда самая сложная Бессонные сутки всё же дают о себе знать, блеск в глазах поубавился Вот тут-то и выходят на первые роли подготовка и опыт Умение грамотно распределить свои силы на трое суток Ну рыба есть? Была? Рыба, да, поклевки были Обрывов много Ну, по нашему мнению, ночь мы провалили У нас один обидный сход В районе 12 часов срезало леску Так И рыба ушла вместе с леской И всё, и тишина Рыба странная, то есть она походу ещё замёрзшая Поклёвок нет, как таковых Приходишь на перезаброс, рыба сидит Таким образом мы три штуки наковыряли Вывод Чаще перезакидываться Как бы рыба есть Немного, но есть Обидные сходы Можно было поинтересней Как бы так Программа работает? Программа Корректировки кое-какие вносим, но работает, да И вот рано утром с 5 утра С 5 до 6 Ещё две рыбы Один сход Сейчас закормились Ждём следующих поклёвок Программа ваша работает? Нормально? Да, пока что мы всё задумали Всё работает После вчерашнего вечернего закорма Вообще обрезало То есть вообще тишина Что-то у нас пошло не так Либо с прикормкой, либо с гипами Обычно пересмотр тактик и стратегии Происходит в первой половине нового дня Тут всегда есть варианты Либо продолжать работать по выбранной программе Как правило, это при удачном раскладе рыбалки Либо попробовать перестроиться в совершенно другом направлении Немного забегая вперёд, отмечу вот этот семейный дуэт У них в первые сутки ничего не получалось Совсем ничего Было много зацепов, оторванных монтажей и ни одной рыбы Как ни поклёвка и всё, и сразу в зацепе Сразу в зацепе уже оставили здесь более 50 оснасток Более 50 оснасток, а сколько сходов рыбы из-за этого И вот очередной Амурская рыбалка Амурский карпишинг не любит слабых людей Это был очень серьёзный и ответственный момент Впора опустить руки Но нет, на утреннем совете было принято решение Изменить дистанцию лова и концепцию подачи приманки Это принесло результат Какой, узнаете немного позднее У команды Карпаровск тоже всё шло непросто Они нашли свою дистанцию, вкус И рыба вроде бы пошла И всё бы хорошо, но эти парни максималисты Брать так всё Есть же ещё один приз на таких турнирах Бигфиш Причём он порой много почётнее даже первого места Можно проиграть всё, но взять Бигфиш Поэтому борьба за самую крупную рыбу всегда идёт нешуточная Нам повезло всё увидеть воочию Сначала сработала тактика у Карпаровска По вываживанию рыб почти всегда понятно Что на том конце хороший экземпляр Это добавляет волнения Классический амурский сазан Прогонистый С желтоватым оттенком Вообще цвет сазана характеризует его место обитания Когда сазан желтоватый, он живёт предпочтительно в песках Когда он тёмный, на камнях Вот этот, похоже, кочующий То есть тёмный не такой, не такой Он обычный сазан Примерно в это же самое время поклёвка в секторе команды Амуркар По всем показателям у Олега и Славы тоже хорошая рыба Слушайте, ребят, хорошая рыба Килограмм 7 Претендент на Big Fish Порезался, блин Кто? Я Балка, она такая, слабых не любит Вот такой Кабанчик Кабанчик Хвост, наверное, какой-то и менее Слушайте, ну семёрка точно есть, сто процентов Есть, есть Ждём взвешивания Ждём Вот ради этого только и стоит заниматься карфишином Когда вот такие борцы попадаются С ними борешься, 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 борешься И потом видишь результаты Теперь дело за судьями Соседние сектора с волнением наблюдали за процедурой фиксации веса рыбы Не забывая посматривать и на свои снасти Вес рыбы у Карпаровская 7 килограммов 70 граммов Перемещаемся в сектор команды Амуркарп Вот их результат 8 килограммов 560 граммов Будем считать к этому моменту вопрос по Big Fish закрыт Фото на память и рыбу по традиции домой Но на этом погоня за трофеем не закончилась На следующий день у нас получилось увлекательнейшее продолжение этой истории Вот казалось бы стандартная поклёвка у команды Карпаровск Сколько уже таких поклёвок и вываживаний было за эти двое суток Как правило, к этому моменту соревнований действия команд напоминают хорошо отлаженный механизм Всё происходит скорее в автомате Стандартные действия, внутрикомандная работа Не надо слов каждый на своём месте И хорошо, что удалось снять припяти этого вываживания Потому что именно оно оказалось решающим Андрей, ну расскажи, как всё было Начало-то никто не видел на берегу Только уже самое развитие событий Сработало как-то интересно, не как обычно Естественно удилище на стойке затрясло и задрожало Всё, капитан мне сказал, бегом, подымай, там большая рыба Даже эти шесть удочек, которые мы порвали, он это стоит Действительно было шесть обрывов до этой поклёвки И каждый раз мы меняли тактику То есть, ну как бороться с рыбой В этот раз было принято решение сразу двигаться назад То есть, он не давал слабину грузу, чтобы груз опускался вниз А непрерывное движение назад, подмотка катушки, работа удилищем То есть, всё было направлено на то, чтобы рыба шла к верху Ну и сама рыбка нам немножко помогала Поэтому мы прошли те каверзные места, которые нам дали шесть обрывов до этого Причём обрывы были с рыбами Я пошёл выше по берегу, по сектору, чтобы чуть-чуть подняться над уровнем Вот, и благополучно его вытащил с этой ненужной нам кучи нехороших вещей, находящихся под водой Я его увидел до подсака, когда точнее не его увидел, а какую он волну гонит за собой То есть, рыбу саму я не видел до подсака Когда к подсаку подошла уже, тогда я заметил, что рыба действительно большая Ну нет, есть, конечно, вероятность, но тем не менее, мне что-то подсказывает, что эта рыба будет самой большой рыбой Ты видел, да? Ты видел этого богатыря? Какие у него лапищи Красавчик Дело теперь за судьями Визуально, конечно же, понятно, что Сазан попался не маленький И тем не менее, протокол любит точность 10-800 Ну все, и второй день турнира отметился хорошим трофеем Можно с чистой совестью выдохнуть, сделать фотосессию с желанным амурским трофеем и вернуть его домой А потом и поговорить о тонкостях карфишинга Но пока просто наслаждаемся моментом В этом месте, наверное, самое время немного остыть от турнирных баталий Оставим интересное на посошок А пока есть повод поговорить о некоторых карфишерских секретах Да-да, у каждой команды есть своя методика Двои наработки по амурской рыбалке Как правило, они с большой неохотой делятся ими Ведь порой на таких соревнованиях как раз решающими бывают именно тонкости И тем не менее, сделаем попытку поговорить с некоторыми командами по душам Причем отметим, все наши собеседники, во-первых, опытные амурские рыболовы А во-вторых, имеют огромный опыт не только участия в подобных турнирах, но и свою историю побед Так что воспринимайте все услышанное как школу амурского карфишинга По тактике сначала надо с местом ловли определиться То есть надо отмаркериться, посмотреть перспективные места И уже принять решение, где будут кормовые точки, где будут оснастки располагаться Это первоначально, это самое важное Используем два монтажа Это либо клипса безопасная, либо это классический скользящий монтаж То есть лидкор, на нем получается стопор Ну это стопор, в частности, от вертолета На него одевается груз И получается, груз свободно скользит по нашей оснастке Это скользящая оснастка Клипса, она глухая оснастка считается И ее используем в мае реже В основном это скользяк По поводу поводков Готовимся к разным условиям и к разным насадкам Это крючки и мелкого размера формы банан С коротким волосом и крючок шестого размера Также берем крючки Для меня это экспериментальные крючки Вот такой вот формы В этом сезоне решил попробовать В отличии от банана, у них более широкая зева крючка И мне они нравятся На рыбе они уже испробованы Засечка хорошая на них Это размер крючка То есть разная форма, разный размер волоса под разную насадку По длине поводка как-то так вышло Что я использую не карповые поводочницы А вот такие обычные поводочницы пружинные Мне не нравится то, что поводок всегда находится в натянутом состоянии Длина поводка меня полностью более чем устраивает Но когда выезжаем на майскую рыбалку Поводки используем не только с маленькими крючками Потому что есть такие насадки, как пылящий бойл 26 размера Под него соответственно я выбираю крючок и побольше И длина волоса больше Такие поводки тоже должны быть По вкусам все секреты рассказывать не буду Но могу сказать точно, что вкусы тоже должны быть разнообразные От животных вкусов, которые, ну так скажем, не очень приятного запаха И до сладких нами любимых ананасов, клубник, мед и все такого прочего И тем не менее, ранняя весна, холодная вода Ранняя-ранняя рыбалка на Амуре, как у нас сейчас Какое предпочтение по вкусу бы ты в двух словах сказал? Да, есть такой вкус, который просто я, ну я в него верю, так скажем Что он будет работать и действительно на него мы ловим Это чеснок По поводу стиков и интересная ситуация Многие говорят, что на Амуре стики почти что бесполезная вещь Ты с этим согласен? Что очень быстро смывает течением, что не успевает долететь до дна и все такое Что скажешь по этому поводу? Стики это очень даже полезная штука Я видел подводные съемки, которые сняты именно на реке Не озерной, а именно на реке на глубине 6-10 метров То есть достаточно серьезная река Это достаточно серьезное течение, так как груза тоже используется 210 грамм И на них четко видно, что стики до дна долетают Поэтому стик это дополнительная кормушка, которая привлекает к твоей насадке внимание Я считаю, она обязательно должна быть Ну стики небольшие, то есть это сетка 25 размера То есть примерно вот такие вот конфетки мы навязываем По вкусам тоже стараемся сделать либо что-то классическое, либо тоже разные вкусы Сейчас мы их дополнительно не смачиваем Как раз наоборот, чтобы не было обратного эффекта Чтобы растворение было достаточно быстрым А не получилось так, что стик лежит и мешает поклевке А по теплой воде мы их дополнительно увлажняем, чтобы они долетали до дна Пока есть время, давай поговорим немного о тактике рыбалки В этих соревнованиях и вообще весной на Амуре Мы сначала, конечно, пользовались крупными насадками от 20 и выше миллиметров бойлами Но со временем начали переходить на более мелкие насадки Более мелкие крючки Самое лучшее, это, конечно же, крючок маленького размера Шестерку, четверку Ну вот сейчас пока, в данное время используем шестерку Поводковый материал у нас в основном мы используем климакс Либо корда, также в оплетке Стандартный поводок 30 сантиметров Бойлы Ой, у нас и поклевочка Да, поклевочка Продолжим потом В прямом эфире Рыба есть? Нашел 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 Только что вот была поклевка Но, к сожалению, нам не удалось реализовать ее А причины могут быть разные Возможно, возможно, не засекся, как правило Это вот основная у нас причина Уже так почти две рыбы у нас ушло А вот буквально тоже сейчас часа два-три назад У нас была поклевка мощнейшего паровоза Ну, на том крючке ощущалось, как будто там килограмм восемь, точно не меньше Тоже не получилось у нас его довести до конца, до берега Но, скорее всего, проблема была во мне Потому что форсировали мы так быстро, скажем так Нужно было немножко его поукротить Но ничего, на ошибках учится Я думаю, что со временем мы реабилитируемся И будем уже ловить более качественно Говорят, о вкусах не спорят Бойлов это касается Предпочтение, опять же, весной Ананас Слива Ну, опять же, кто как Кому как нравится больше Но мне больше нравится ананас Вот это на пробу взяли Это банан у нас идет с тигровым орехом Решили попробовать Очень интересный запах Небольшого диаметра 14 миллиметров Они также идут растворимые Также и мы берем и обычной нейтральной плавучести То есть обычные тонущие бойлы Монстр крабс, черный перс Это растворимые бойлы Вот они побольше миллиметров У них, по-моему, там 18 миллиметров Ну, потому что они все равно растворяются И доходят до того, как раз миллиметра Когда сазан берет в весеннее время года Каждый год, на самом деле, вкусы меняются Мы когда-то, там, 2-3 года назад Лавили вообще на мидию Вообще не сладкий запах Вот, мидия у нас очень хорошо работала И бывало, что там за 3-4 часовую сессию Там, бывало, по 16-17 сазанов вытаскивали Мидии, чистой мидии Одной мидии И ничего, кроме мидии Так что, как-то разно По-разному все работает, конечно Весной Ну, вот в этом, в этой весной Мы, конечно, работаем с ананасом Паша, можешь рассказать, на что вы ловите? Секрет, нет? Ну, не то, чтобы секрет Конечно, многие считают, что насадка Это главный секрет, который у них есть Но мы так не считаем Оснастка, да, оснастка имеет значение Но даже тут большого секрета нет Я могу честно поделиться Вот, чем мы ловим Как на духу Вот наша боевая поводочница Вот крючки лежат на столе Собственно, уже израсходованы Соответственно, мы готовим заранее Как минимум 100 поводков Но, как правило, это еще больше Это расходный материал Соответственно, поводки Длины нормальные Около 15-17 сантиметров Крючки применяются на Амуре Номер 4, номер 5 Вот, как видно здесь, да, к примеру Форма классическая White gap Иногда чудовые ставим поводки Но это при определенных условиях Ну, вот, как видно, они все вот одинаковые Похожи друг на друга Зависит только вот, разве что, от длины волоса Реже используем шестерки И также реже используем двойки То есть, когда, допустим, какие-то нештатные ситуации Ну, начались сходы То есть, чтобы выяснить, почему идут сходы Ну, как правило, первым делом меняем размер крючка Либо в большую сторону, либо в меньшую Потому что, ну, работает как так, так и так То есть, не всегда сходы из-за того, что крючок маленький Бывает, наоборот, сходы из-за того, что крючок большой Когда рыба осторожная Вот, особенно это проявляется Поэтому, бывает, нужно, наоборот, уменьшить крючок Чтобы рыба был, всасывала интенсивнее Он уходил глубже Крючок все равно зацепится Он никуда не денется Вот, вот такие вот нюансы по поводкам Ну, не на всех крючках, но на многих Вот сейчас, допустим, мы решили использовать лентяйки Мы не всегда их используем Это не главная часть Но тоже бывает полезно Конусы, конечно, везде Потому что это быстросъемное соединение Быстросъемная установка крючка Поэтому конус обязателен Резиночки, ну, тут ничего особого нет На самом деле, резиночки есть резиночки Кому как нравится То есть, для того, чтобы волос хорошо укладывался Иногда ставим две резиночки Иногда одну Но это не принципиально Главное, чтобы она либо была там Либо кто-то делает по-другому Кто-то колечки ставит Можно вот отметить Вот, если сюда вот посмотреть поближе Здесь вот видно, что на волосе есть бусинка такая То есть, это называется стопор Обычный поплывочный стопор маленького размера Он служит для того, чтобы Когда мы используем составную насадку К примеру, половина вареного бойла Половина, допустим, попапа Чтобы он не распадался И не выглядел, как несвязная такая сущность Вот, используется эта бусинка Просто, с одной стороны, он зажат стопором пластиковым Чтобы бойл просто не слетел Да, насадка не слетела А с другой стороны, он поджимается этой бусинкой И получается цельная конструкция Которая не разваливается Которая держится в воде Вот, допустим, снятая с предыдущего заброса оснастка Вот крючочек, поводочек Снято прям с воды Здесь вот был составник Вареный бойл ананас И пыличек ананас Видно, что вот этот стопорочек Так как пылик подточился, он уже немножко слез Но все равно конструкция цельная при этом Рыба вот это воспринимает Как единую цельную насадку Ну, это один из таких животрепещущих вопросов Который волнует умы новичков Понятное дело, те, кто рыбачит долго на Амуре Они свои поводки делают Но я вам показал честно Вот из нашей поводочницы То, чем рыбачим мы То есть это то, к чему мы пришли Мы ни у кого это не подглядели Ни где-то там нам кто-то рассказал Мы сами к этому пришли И вот используем эти вот оснастки Паша, и тем не менее Самый задаваемый вопрос по берегу На что взяла рыба? На какой вкус? Ну, я уже третий раз за сегодня скажу Что вкус это не главное Это, я говорю, на ветром месте Там на четвертом, на пятом может быть То есть, когда у вас уже все остальное подобрано правильно Тогда можно вкусами играться Есть теория такая Я даже с чем-то с ней согласен Что вплоть до того, что в разное время Рыба предпочитает разные вкусы Разное время одного дня Предпочитает разные вкусы Да, в этом что-то есть Но я на это не заморачиваюсь То есть, я подбираю несколько, да, вкусов, к примеру Смотрю, на какой идет отзыв лучше Ну, тот и оставляю На сегодняшний момент неплохо Рыба берет ананас Ну, потому что мы ей его даем А дальность, глубина, все остальное тоже ведь имеет значение Течение, Паша, тут много же факторов Дальность, глубина зависит от конкретного места расположения Нет универсального рецепта Нужно уметь пользоваться инструментами Которые есть в арсенале у каждого карфишера В частности, маркером Ну и головой, конечно Головой обязательно надо пользоваться И тогда будет известна и глубина, и дистанция, и все остальное То есть, ну, не сказать, что конкретно вот там в этом секторе будет работать такая дистанция Значит, соседняя будет она же работать Нет, это неправильно Рельеф дна разный Течение разное Разные условия Поэтому в каждом секторе все индивидуально Возвращаемся в турнир Он в самом разгаре Утром проходило последнее взвешивание внутри соревнования Следующее уже после сигнала финиш Еще один волнующий момент Во-первых, силы рыболовов уже на пределе И после этой процедуры уже станет более-менее понятно У кого есть шансы попасть на пьедестал А кому можно и выдохнуть Идет жесткая борьба между командами за третье и второе место Небольшой разрыв На вчерашний день пять команд ушли в назря в наздрю Сейчас разрыв увеличивается между опытными рыбаками Сейчас у нас лидирует команда Карапаровск 111 килограмм у них Общий вес, количество рыбы 40 штук Второе место у нас идет два региона Третье место команда Аврора, 14 рыб Четвертое место у нас Амуркар Предполагаю, битва за второе-третье место будет идти до самого конца Битва будет идти на граммы Поэтому все серьезно и жестко Это спорт Пятый сектор Сазан, 2 килограмма 60 грамм Сазан, 1 килограмм 619 грамм Сазан, 2 килограмма 930 грамм Сазан, 3 килограмма ровно, всего 3 рыбы Команда Карапаровск после утреннего взвешивания ушла в космический отрыв от конкурентов В общем-то это было понятно еще с вечера Поэтому парни провели последнюю ночь в сладких сонных грезах Остальные команды шли более чем плотно Какие оригинальные самцы или самочки Это самка Самочка, да? А как ты определяешь? А я по глазам вижу, она мне моргает За полчаса до окончания турнира напряжение в секторах было сумасшедшим 7 команд претендовали на призы Именно в это время поклевка во втором секторе Представляете, что творилось в душе у соседей? Немного забегая вперед, скажем, парням до призового места не хватило всего-то 800 граммов Но самое интересное началось буквально за час до финиша В секторе команды два региона В тот момент, когда казалось им уже ничего не светит Хороший паровоз В случае удачного вываживания они могут обойти опытную приморскую аврору Музыка 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 Этот неплохой Ну не то что зачетный Это, я думаю, килограмма здесь точно есть Нам сейчас важен каждый грамм Можно сказать Поэтому мы эту рыбу ждали И ждем такую еще Не успели они перезаброситься Еще одна поклевка С этой же точки Рыба словно ждала именно этот бойл И опять вываживание Нервы Есть Рыба в подсаке Седьмой сектор на рыбе А за пять минут до финиша у них же еще одна поклевка Но в этот раз рыба до берега не дошла Это ли не показатель того, как команда смогла вовремя извлечь уроки из своих ошибок И полностью перестроить по ходу турнира свою программу Внимание команды Говорит главный судья Финиш Повторяю Финиш Вот и все Трое суток борьбы, преодоления и просто рыбалки закончились Осталось совсем немного Дождаться окончательного вердикта судей Хотя в нашем случае это в общем-то и не так важно Главной задачей было познакомить вас с безумно интересным способом лова Карфишингом, а также рассказать об особенностях амурской рыбалки Амур прекрасен в любых рыболовных плоскостях Даже несмотря на свой трудный характер Просто к нему надо быть хорошо готовым и морально и эмоционально тоже И тогда у вас все получится Может быть Да, течение здесь очень дикое За 80 метров просто уносит, сносит Невозможно что-то сделать Сильнейшая река, мощнейшее течение И борьба с течением, не с тем, что находится на дне Большое количество камней Скальника И зацепов Вот лично для меня на амуре рыбачить легче, чем на озере Если бы не было обрыва, да, рыбалка была бы более такая вальяжная, более легкая Здесь приходится бесконечно работать На сегодняшний день Я перевязал уже 50 монтажей Это самая тяжелая Очень тяжелая река Очень тяжелые условия у нас в этом году Течение, течение, очень сильное течение Все сносит Это бешеное течение Куча всякого мусора, которого несет И работа на дистанциях, наверное Приличных дистанциях Если хочешь большой рыбок, то придется работать подальше Самое тяжелое на амуре В рыбалке И в соревнованиях тоже В рыбалке там есть хоть маневы Но самое тяжелое, это все равно зацепы Зацепы и обрывы, как следствие У вас было сколько обрывов? Около 40 снастей И поводки еще больше А в завершении этого рассказа все-таки отметим победителей На первом месте самая опытная и титулованная амурская команда «Карпаровск» Команда «Карпаровск» Клепкин, Павел, Седурик, Андрей Оба подтвердили свой первый спортивный разряд Они же стали и лидерами в номинации «Бигфиш» С результатом 10-800 Второе место – семейный дуэт два региона Отец и сын Антон и Игорь Николаевич Днепровские Браво, семья! Третье – тоже семья Братья Олег и Слава Лейниц Семейные амурские традиции побеждают Это был очень интересный и поучительный турнир Все рыболовы, конечно же, безумно устали Но уверены, в их планах уже стоят новые программы для новых соревнований Или просто рыбалок Ведь для того, чтобы началось что-то новое, что-то должно закончиться Обязательно еще поговорим про амурский карпишинг Всем ни хвоста, ни чешуи Наконец-то, мы вымучили его, ребята Вымучили У нас два схода было Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok